Совместный рейд спасателей и сотрудников электросети пришелся на улицы Комсомольскую, Энгельса, Карла Липнихта и Гоголя. В последней в доме 1Б специалисты давно отключили электроэнергию за неоплату. Сейчас важно узнать, не подключили ли жильцы свет самостоятельно. Проверяем на наличие пломб, напряжение на приборе учета, если таковое есть, если нет. Напряжение на приборе учета, смотрим подвод проводов от столба, то есть от опоры до ввода или же до изоляторов на фронтоне ввода. Все это фиксируем. По возможности, если есть возможность, фотографируем, указываем всю информацию в наряд заданий. Тем временем сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность, исправность печи, наличие извещателя и соблюдение элементарных правил. Об опасности курения в доме жильцы, похоже, слышали не раз. Однако реакция на рекомендации огнеборцев не самая положительная. Мол, ничего не нарушаем, а жилища и вовсе не наше. Подруга попросила присмотреть за собакой, а Света здесь нет. Как вы будете топиться? Скоро топительный сезон. Каким образом вы будете топиться? Молча, вывезут дрова. Ну, дрова. Вы приготовили дрова? Конечно. Сегодня в списке рейдовой группы 12 домов. Накануне сотрудники электросетей за день составили 6 актов. Только в Ленинском районе по меньшей мере 460 жилищ, которые находятся на контроле специалистов. Это те, кто задолжал государству или вовсе не пользуются современными благами. Как показывает практика, именно граждане, которые, собственно, являются долгое время должниками, либо отключенными от электрической сети, скажем так, проживают не самым благополучным образом. А мы знаем, что статистика по пожарам говорит о том, что именно неблагополучные граждане, попадая в чрезвычайные ситуации, происходят у них чаще всего пожары. В Бобруйске с начала года произошло 102 пожара. На них погибло 6 человек. По-прежнему формула выпил, закурил и лег в постель в топе причин возгораний. Во время республиканской акции «За безопасность вместе» спасатели делают акцент на все то, от чего зависит человеческая жизнь.